Девушки отдыхают И тем, кто после каникул все еще привыкает сидеть на лекциях Это программа «Альма-Матер» И мы, Михаил Коробицкий И Елена Хроменкова И мы начинаем! Поздравления на китайском и белые голуби Как встретили новый учебный год в Белорусско-Российском университете? На один вуз больше Курсанты Могилевского института МВД приняли присягу Я б актер и пошел Первые шаги студентов в мир кино и телевидения И как школьнику попасть на театральную сцену Уже десятый день еще бы, а кажется, только вчера встречали 1 сентября Кстати, одни знания Вот ты знала, что 1 сентября, ровно 50 лет назад Вышла в эфир первая программа «Спокойной ночи малышей» Без которой не ложился спать ни один советский школьник Да ладно, неужели ей уже полвека? Я в детстве тоже ее любила А еще мне нравится интересная традиция у немцев Называется кулек первоклашки Это большой кулек из бумаги Который первоклашка приносит из дома запечатанным И открывает только в школе В этом кульке могут быть школьные принадлежности, подарки, игрушки В общем, чтобы у ребенка был настоящий праздник А в израильских школах свои традиции – запуск воздушных шаров на школьном дворе Пишешь на шарике желание и выпускаешь его в небо Кстати, в этом году что-то похожее устроили студенты Белорусско-Российского университета Как они встретили 1 сентября в нашем сюжете По-взрослому серьезное, в костюмах и с новенькими тетрадями для конспектов Уже не дети, но тоже волнуются Такими студенты Белорусско-Российского университета встречали новый учебный год С праздником их поздравили ректор, деканы факультетов И заместитель председателя областного исполнительного комитета Дмитрий Янков Эти годы прилетят очень быстро Чтобы вы влились в трудовые коллективы нашей Могилевшины Внесли и уносили достойный вклад в ее развитие Выпускница БРУ Виктория Шнейдорова напутствовала студентов на китайском языке В этом году она окончила магистратуру в Ланджоуском транспортном университете Четыре года я проучилась в Китае Это время пролетело очень быстро для меня, познавательно и интересно Я закончила магистратуру и получила научную системе Для всех, кто поступает в наши вузы, дерзайте, ставьте перед собой цели, идите к ним У вас все обязательно получится Среди тех, кто получил свой первый студенческий билет Выпускник Могилевской средней школы номер 15 Роман Черняков В университет он поступил, набрав на централизованном тестировании 340 баллов Я прекрасно понимаю, какой это волнительный момент для всех студентов Вообще даже республики и не только области И хочу пожелать всем удачи, успехов в учебе Ну и насыщенной яркой студенческой жизни тоже Гордость вуза Янина Протская Это хрупкая девушка в составе национальной сборной по карате Она же финалистка международной студенческой интернет-олимпиады по математике Вместе с ректором Янина подняла флаг университета А напоследок студенты запустили в небо 6 воздушных шаров И столько же белых голубей По одному от каждого факультета Впереди у студентов насыщенный учебный год Каким он будет, зависит только от них Для одних 1 сентября праздник А у первокурсников в этот день и радость, и страх Ведь у них, вчерашних абитуриентов, все в первый раз И вот с какими трудностями в эти дни им придется столкнуться Иногородним надо будет найти квартиру или заселиться в общежитии Фактически для них начнется самая настоящая взрослая жизнь Вот смотри, надо самим готовить, стирать, убирать, подружиться с соседями по комнате Проблема номер 2, с которой столкнутся бывшие школьники Привыкнуть к полуторачасовым парам вместо 45-минутных уроков Эх, первокурснику придется смириться и с тем, что в ВУЗе не будет 4-х каникул Как в школе учиться придется полгода А отдых только после сессий летом и зимой Экзаменов в 2 раза больше, а еще и зачеты Но главное, что должен запомнить каждый первокурсник Несмотря на первые трудности, студенческие годы все-таки самые яркие и запоминающиеся Спросите хотя бы у своих родителей Главное, быть ответственным и активным И от студенческой жизни будет одно удовольствие А сейчас о событиях последних двух недель коротко в нашем дайджесте 1 сентября в Могилевской области на одно высшее учебное заведение стало больше К пяти существующим добавился еще один Могилевский институт МВД Бывший высший колледж МВД Служу Республике Беларусь Эти слова произнесли на мемориальном комплексе Буническое поле 130 будущих милиционеров Среди которых 15 девушек Курсанты высшего колледжа МВД принимали присягу А заканчивать они будут уже институт Именно в таком статусе с 1 сентября работают учебные заведения В торжественной церемонии принял участие Министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич Он отметил, что колледж всегда отличался Высоким уровнем подготовки кадров для правоохранительных структур Колледж всегда котировался тем, что его выпускники Получали очень хорошую базу для того, чтобы развиваться профессионально В первую очередь практическую базу Это всегда помогало в становлении, в постижении профессии Впереди у курсантов года учебы в институте МВД Им придется постигать премудрости криминалистики Оперативно-розыскной деятельности других специальных дисциплин Чтобы потом служить Беларуси и ее народу На верность которым они присягали В Беларуси начал работать национальный образовательный портал Это современный интернет-ресурс, который создан Для поддержки всех участников образовательного процесса Учителей, студентов, учеников и их родителей Это своего рода социальная сеть Школьники и студенты здесь смогут учиться дистанционно Педагоги представляют на национальном уровне свои методические разработки И участвовать в конференциях А еще в режиме онлайн здесь можно задать вопрос И оперативно получить консультацию Национальный образовательный портал имеет также свою медиатеку Учебных и методических фильмов, звукозаписи и презентации Запоминайте адрес adu.by Сейчас портал работает в тестовом режиме и постепенно пополняется Дипломы, полученные в учреждениях образования Беларуси, России и Казахстана Будут равнозначными на территории этих стран С 1 января 2015 года Беларусь, Казахстан и Россия Откажутся от процедуры признания и установления эквивалентности иностранных документов Об образовании, выданных в государствах, членах Евразийского экономического союза Эта норма распространяется на документы о профессионально-техническом, среднем, специальном и высшем образовании Дипломы будут автоматически признаваться во всех сферах труда За испечением педагогической, юридической, медицинской и фармацевтической деятельности Для документов об ученых степенях и ученых званиях, выданных в государствах, членах Евразийского экономического союза Когда сохранят национальные процедуры признания Студенты Могилевщины лучшие в мире грибцы На шестом чемпионате мира среди студентов погребли на Байдарках и Каноэ Представители Могилевщины завоевали золотые медали Чемпионат мира проходил в Заславле Минского района В командном зачете белорусские спортсмены стали первыми, завоевав 20 медалей, из них 13 золотых Ощутимый вклад в победу команды внесли представители Могилевщины Чемпионами мира среди студентов стали Максим Петров, Руслан Сазановец и Денис Махлай Участие в соревнованиях приняли около 300 спортсменов из 22 стран мира Миша, у тебя такой взгляд? И не просто так, Лена Именно о взгляде сейчас и пойдет речь В Могилевском университете имени Аркадия Кулешова есть творческая студия «Взгляд» Там под руководством преподавателей студенты снимают настоящее кино То есть они пробуют себя в роли режиссеров? Именно Да, но если мне не изменяет память, в МГУ нет специальности режиссеров И это никак не мешает ребятам снимать отличные фильмы Устраивайся поудобнее, сейчас сама все увидишь Ну ты тогда беги за попкорном, пока не началось Хорошо Держи, молодец Итак, 3, 2, 1, поехали Сейчас мы находимся в главной достопримечательности Первой работе в МГУ У начинающих репортеров пока не все получается с первого раза Будущие журналисты, историки, физики и математики В свободное от учебы время учатся снимать фильмы и телесюжеты Творческая студия «Взгляд» вот уже 11 лет работает на базе студенческого клуба В Могилевском университете имени Кулешова На студии мы пытаемся научить наших студентов То есть это правильно выбрать экспозицию Правильно кадр ставить Делаем раскадровки обязательно То есть сам сценарий Различные приемы съемок Свою телестудию в МГУ создали на базе фотолаборатории В прикомпьютерном классе сделали монтажную В распоряжении молодых репортеров три видеокамеры О студии «Взгляд» наши студенты узнают уже начиная с первого курса Конечно, как у любых первокурсников у нее есть бурное желание Стать известным Самое популярное для этого, конечно, засветиться на видео, на ТВ Над каждым документальным фильмом ребята работают по несколько месяцев Подходят щепетильно Воссоздавая события того времени, делают постановочные съемки С артистами, костюмами, организовывают даже подводные съемки Самое интересное для меня – это съемка То есть куда-то выезжать, снимать, двигаться, бегать Искать интересный момент Это действительно интересно Особое внимание на студии уделяют поиску редких кадров Некоторые пришлось добывать даже из российских архивов И результат оценили на самом высоком уровне Вот из этого ряда фильмов, конечно же, самый легендарный – это именно вот это «23 дня из 41-го» Фильм основан на реальных таких вот событиях обороны города нашего И он получил большое количество наград Это и российские награды, и республиканские награды И еще один фильм, который тоже собрал огромное количество наград – это вот «Салтановские фермопивы» Фильм о войне 1812 года и посвящен 200-летию битвы под Салтановкой За этот фильм сотрудники российского посольства подарили студии профессиональную видеокамеру И один из нас таких вот примеров нашего сотрудничества, таких ярких – это выпуск документального фильма, посвященного столетию МГУ Кулешова Называется просто «Университет» Здесь собраны уникальные кинофотодокументы за всю историю университета В общем-то, начиная где-то его с основания, что было в архиве На студии «Взгляд» студенты учатся сразу нескольким профессиям – редактора, оператора, режиссера Оценок за успехи ребята не получают, но говорят, что эти занятия – их любимые Помимо сложных документальных фильмов мы снимаем еще более что-то легкое Например, различные сели программы, рекламы В этом году на конкурс в Минске «Пиар-Кветка» мы снимали свой рекламный ролик Ролик про мороженое Снимаем передачу «Жди меня» программы, новости сегодня, время Девчонки не скрывают – в будущем хотели бы работать на телевидении или в киноиндустрии А у сегодняшних девятиклассников есть реальный шанс попасть на сцену театра Школу актерского мастерства создают в Могилевском драматическом театре Здесь организуют сценический проект «Май-контакт-2016» В течение двух театральных сезонов с этого сентября по май 2016 года Выпускники 9-10 классов смогут бесплатно посещать занятия по предметам Актерское мастерство, сценическая речь и сценическое движение Первое занятие уже 22 сентября Те, кто убедится, что актерское мастерство его, уже через два года поставят свой первый спектакль А после окончания средней школы ребята смогут продолжить свое сотрудничество с театром Уже в качестве студентов актерской школы главного режиссера Могилевского драмтеатра Саулиса Варнаса Нам тоже интересно посмотреть и найти талантливых людей, которые могли продолжить обучение Может это будет продолжение в Могилеве, как высшее образование Может это будет в Минске Как бы это определимся, в течение того зависит, что это за люди Какая группа соберется и так далее Записаться на собеседование можно, обратившись в сам театр или оставив заявку на участие в проекте на сайте театра Через социальные сети, либо по телефону в Могилеве 310045 Миша, что ты делаешь? Фильм снимаю на мобильный Так подожди, это же мобильный, на него все клепать могут А ты попробуй снять что-нибудь стоящее, чтобы сразу на большой экран Не вопрос, хочешь на большой экран ногу вывести? Там знаешь, какая диагональ? Эх, Миша, тут надо идею придумать, чтобы с глубоким смыслом фильм получился И одному тут не справиться Альма Матер узнала у студентов, какое кино они взялись бы снять Эх, вот бы мне стать великим режиссером Таким как Стивен Спилберг или Федерико Феллини Вот только что бы этакое снять? Чтобы собирать полные зрительские залы и толпы поклонниц Боевик или мелодрама? А может вовсе ужасы? Поинтересуюсь, пожалуй, у студентов Комедию Почему? Ну, люблю интересные фильмы Смешные А о чем была бы эта комедия? Ну, даже не знаю, о студентах Я не знаю, возможно, исторический какой-нибудь Ну, это по-любому была бы какая-то комедия, там, с экшеном диким Там, вообще взрывалось все вокруг Кто был бы в главных ролях? Ну, вот Сталлона бы позвал стопудово Я думаю, я бы сняла мультик Потому что дети часто смотрят мультики Им это нравится, мне бы понравилось самой Ну, я думаю, наверное, снял бы о студенчестве в этих временах весело Вот Ну, я даже не знаю Это была бы комедия? Да, это была бы определенная комедия Потому что, ну, она такая веселая студенческая жизнь Мелодрама Мелодрама, почему? Ну, потому что я такая Ну, такая романтичная натура И поэтому, наверное, мелодрама бы Ну, может, экшен какой-нибудь приключением снял бы С Дикий Запад, с комбоями, с индейцами Вот что это такое направление сняло А на сегодня у нас все Увидимся ровно через две недели Все самое интересное о студенческой жизни Смотрите в Alma Mater Всем чао До встречи на Беларусь 2 Субтитры сделал DimaTorzok